Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Самое главное – оборонить персоналы пациентов по дровязности в нашем наступном материале. Выгляд приемного отделения Могилевской горбольницы изменился. Желтые полосы и поручни для социальной дистанции. Все супрацовники обеспечены сроками индивидуальной обороны. И это так само вельми важно. Респираторы индивидуально каждому выданы, защитные экраны. Пополняется запас одноразовых шапочек, защитных костюмов, халатов, комбинезонов. В палате короткотерминового находжения – 8 ложков. Сюда трапляют пациенты, яким потребна экстренная допомога, например, при гипертоничном крызе. Хворые тут находятся до трех суток. И на этот период им потребна гарантовать безопасность от ковид. Самое главное – это первое – не заразиться самому, потому что в России сейчас новое золото. Ну и самое главное – не быть источником заражения для своих сотрудников и близких дома. Хирургическое отделение – так званая чистая зона. Зараз тут коля 40 пациентов. А вот в операционном блоке особливый режим из дымочной группы туда не пускают. Плановые пациенты временно не госпитализируются. А экстренные – все госпитализируются по необходимости. Всем проводится оперативное вмешательство в любое время дня и ночи. В праздничные, выходные дни, без каких-либо ограничений. Медики привыкли до особливого режима не только своей працы, а и отпочинку. Даже мобильные телефоны у специальных чехлах. Вядома – тревога есть, а ли есть и силы робить свою справу. У нас такая профессия. Мы должны дарить здоровье пациентам. Мы должны сражаться с данной инфекцией. Ну, конечно, поэтому у нас силы есть, потому что пациенты не должны даже видеть нашу малейшую слабость, для того, чтобы они не боялись подчиняться нам и нашему лечению. Тяжарные с диагнозом ковид обслуговываются в Могилевской больнице номер один. Усе остальные в родильном доме горбольницы. Выросла нагрузка, повысился и узроен без пеки. На сегодняшний день родильный дом работает полностью по режиму работы с ковидной инфекцией. Во всем родильном доме выделены чистые грязные зоны, организованы шлюзы, причем не только для персонала, но и для консультантов, которые очень часто посещают родильный дом. Поэтому я сегодня спокоен за родильный дом, но количество родов, которые на сегодняшний момент мы принимаем, да, оно значительно выше, чем мы принимали ранее, то есть практически в два раза. Но я не вижу здесь никакой критичной ситуации, потому как в 80-е годы мы принимали даже больше. Зараз у Могилевской городской больницы идет поддел на прационные зоны. Свой статус Могилевская горбольница не меняет, а ли узровень обороны медиков и пациентов повеличить. Андрей Скоробогатов, Александр Артемьев, Новина Рагиона. Информационную и гуманитарную допомогу семьям, где выховывают детей инвалидов, оказала Могилевская областная организация «Червоного крыжа» совместно с Центром социального обслуговывания насельництва Ленинского района города Могилева. У рамках этой акции батькам передали подгузники и провели тренинги по оказанию первой медицинской допомоги. Сами мы не напрашиваемся никогда, но своими силами стараемся. Но вот когда такая помощь, конечно, это уже большое дело. Сто упаковок подгузника у Могилевского вытворца уручили волонтера «Червоного крыжа» батькам, которые выховывают детей с инвалидностью. Подобная акция проходит у першиню, и она накерована не только на оказание гуманитарной допомоги. В рамках сегодняшнего нашей акции, мероприятия, запланирована не только передача памперсов, но и проведение этого мастер-класса по первой помощи. Потому что первая помощь – это действительно те знания, те навыки, которыми должен обладать каждый человек. То есть эти знания и навыки в сложной экстренной ситуации, их своевременное и оперативное оказание позволяет сохранить здоровье и жизнь человеку. Тя первая акция охопила 20 семьев. Семьеры за их пришли на встречу. Остатним подгузники привязывают домов. До решения давно на базе отделения джонного знаходжения створили новый клуб для семьев, где выховывают детей с обмежеванными махчимостями. Сюды они могут приходить, как померковать свои проблемы и еды. Только у Ленинского района Могилёва больше за тысячу таких семей. Внедряем новую форму работы. Это приглашаем участие в родительском клубе, который создан для таких семей. Мы и наши дети. Туда мы привлекаем различных специалистов, чтобы родители, несмотря на сложившуюся ситуацию, не оставались одни, чтобы они могли найти то пространство, то сообщество, где могли поделиться, пообщаться, решить свои проблемы. ПРАЦОВНЫЙ КОДЕК САХОВА ПРАЦЫ ИНОВЫЕ ВАКАНСИИ ПЕНСІЙНЫЕ ЗАКОНАДАУСТВА И ПЫТАННИИ СОЦИЯЛЬНЫХ ОБСЛУГОВАННЯ, СЯМЕЙНЫЙ КАПІТАЛ И МАХЧИМАСТИ ЕГО ПРЫМЯНЕННЯ. 8-го червяня у понеделок Комитет по праце занятостей социальной обороны Абалвиканкама будет проводить прямую линию по усіх на керунках своей деятельности. Начальники управления учекают ваших телефонований. Старшиня Комитета Светлана Тарасенко будет примать телефонование по номеру в Могилеве 32-67-42. Примать телефонные звороты у Комитета плануют с 12.00 до 13.00. Клопоты увага потребны кожному и не только у святы. Подтримать шмадзетные семьи Кастрышницкого района берутся социальные службы разом с предприемствами пауднево-усходней частки Могилева. Допомога адресная и вельми потребная. Разом с работниками центра наша здымочная группа завитала до семьи Якимовых. Здравствуйте. 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 У семьи Якимовых семь детей. Из них пятера неполногодовых. Теперь школьники на каникулах и продуктовый набор от предприемства Кастрышницкого района Якнильга Дарычи. Приятно, что о нас помнят, не забывают. Это неоценимо. Я ценю любую помощь. И мне это очень нравится. Я сама готова всем помочь. И мне помогают. Мы не жалуемся. Мы довольны тем, что у нас есть. Конечно, головные помощники – это дети. У великой семьи по-иншему и не бываем. Разом организуют гульни, отпочин, иногда помогают один одному и от дома матули. Чистим. Ей там картошку, морковку, лук. Потом в магазин ходим, убираемся, помогаем. Большая семья – это хорошо? Очень хорошо. Чем? Тем, что мне не будет скучно. А в основном можно поиграть с кем-то, можно с кем-то повеселиться, посмеяться. За народжение и выхование семерых деток Людмила ознагарожена орденом мати. И признается господиня, у деток она знайшла свое счастье. Подтримка таких семьев – приоритетный напрямок. У нас всего на учете, да, в автоматизированной информационной системе, которая учет многодетных семей, но у нас 20 семей таких числится, то есть нам подают сведения учреждения здравоохранения. Также на Октябрьской территории еще более 30 семей. По наличию вот этих вот спонсорских средств и по закупкам мы охватываем практически всех. Продуктовая допомога гэтым червеням дойдет до кожной шмадетной семьи Костричненского района Могилева. Бо уваги шмат не бывает. Кристина Кранкевич, Миколай Соболев, Новины региона. Варкаут-рух почали активно развивать в Быховском районе. Так, плясовка для занятков в уличной гимнастике з'явилась у парку 50-ти годзе перемоги у райцентры. Сушасный спортивный комплекс з усим необходным для гэтага вида спорту – подарунок спонсоров. Сегодня варкаут – это уже не просто вид спорту. Это соправдный молодежий рух, коли хлопцы и девчата выполняют трюки на вуличных тренажерах. Пришли заниматься. Просто сначала потягивались, а потом увидели, что люди крутятся, делают разные элементы. И начало получаться. Очень классно стало. Теперь много, где можно заниматься. Всяких много тренажеров. Сушасное беспечное покрытие на плясовце позволяет любому попробовать себе не только в этом виде спорта. Делать трюки там разные. С мамами и с папами ходить на улицу в парк погулять. Ну вы довольны? Да. Тут еще не больно падать. Я тут упала, и мне не было больно. Эта площадка, я думаю, что даст какой-то новый толчок для развития варкаута в нашем районе. Открытие данных объектов, конечно, самое главное привлекает нашу подрастающую молодежь занятием физической культурой и спортом. На сегодня, если так уже говорить, по прошлой неделе, еще до официального открытия данной площадки, тут занималось порядка сорока как детей, так и взрослых. Это говорит о том, что данный объект востребован. На доброе упороткование парка выдатковали коля 15 тысяч рублей, что собрали под час районного и республиканского субботников. А варкаут обсталивания подарунок Беларусьбанка. Мы тоже в восторге. Все-таки это хорошо, когда есть площадка спортивная. Конечно, объективно здесь в парке не хватало чего-то такого, чтобы было где выплеснуть энергию детям. Потому что в основном они просто туда-сюда бегали, теперь будут спортом заниматься. Парк 50-ти годы Перамоги, який засновали 400 годы тому, зараз отримал статус детячего. Это детская площадка, которая собирает малышей не только с микрорайона Быхов, но также и с гарнизона, с Колоса. На этом мы не остановимся. Будут стоять надумные горки. Планируем в этом году поставить детское кафе, либо же это кафе будет для родителей, за здоровый образ жизни. Плануется, что тренировки тут будут проводить и специалисты Быховского физкультурно-оздоровляльного центра. А Пакуль на каникулах парк будет популярным местом для детей и подлетков. Юлия Нашлыкова, Миколай Соболев, Новина региона. Могилевский мостатский музей имя Павло Масленникова долучился до державного проекта под названием «Карта гостя». В народе ее называют еще «Картой лояльности». Бо это мягчимость выкористовывать привабные пропановые льготы на наведывание самых разных установ культуры, от починку и не только. Карта гостя, денежная по всей республике, успея установить, которые подпадают в падение карты, больше за тысячу из всей страны. Человек, приобретая карту гостя, дискотную карту, может прийти в учреждения, которые участвуют в этой программе, и получить определенную скидку, которая также указана на нашем сайте и на сайте самой программы «Карты гостя». То есть это такая карта лояльности. Эпидемиологичная ситуация, якая склалась во всем свете, зауважно отбилась на усиме установок культуры Утымлику. Зараз у працонники музея шукают разные формы работы. Уже месяц музея, кто на працюе в режиме онлайн. На сайте установы и отповедных группах социальных сеток сегодня можно поглядеть три онлайн-экскурсии и наведать каля десяти онлайн-выставу. Пару дней назад у нас запустился новый, скажем так, проект, мини-проект. Это поэзия памяти. Он был создан по следам нашей военной выставки, недавно открывшейся. То есть на фоне картины в экспозиции наши сотрудники читают стихотворения белорусских авторов, посвященных военной теме. Этим мы хотели, скажем так, углубиться в атмосферу нашей экспозиции и показать, что эта тема не только 9 мая должна подниматься, а и целый год. А кроме этого музея актуально просовывает и адукационную платформу в дистанционном формате. На сайте можно поглядеть разные майстер-классы. В планах запуск проекта по батлейце и створенний лялек для ее. А кроме этого, керавництво музея задумывается зараз и про то, как взвертанием в режим реального життя снова укоронить в систему наведывания музея по слугу один и квиток. Заким можно наведать все выставы. У музея, кажется, опыт такой працы есть, и он мил немало прахильников. Алена Милюшанкова, Александр Артемьев, Новины региона. Колькость городских жихорон у Могилевшани растет. По информации Головного статистического управления в области, летость залик тех, кто переехал сельскими совосе, городское насельничество повеличилось более чем на 3000 человек. Для правонания в 2018 году городжан прибавилось на 2600. В миграционном обмене проанализовали у статистицы, переважая внутриобластная миграция. Более половы тех, кто летость переезжал, поменял свое место жихарства внутри в области. А вот и у знижней миграции доминирует межобластная, а маль 80% прибывших у регион з інших областей. У 2019 годе огульная колькость прибывших на Могилюшчину склала более 25 тысяч человек. Это более чем у 2018. И при надворье половодекадная норма опадков выпала на 5-й день в Бабруйску. Там за 6 годин налила 17 миллиметров. Больше за всех в регионе мозг дожжу отшули еще и в Кировску, и в Кличеве. Крыху меньше дожжу было в заходных районах. В Могилеве зарегистрована умеренная колькость опадков. Ушто до прогноза, то дожжи гэтым днем не скончатся, але станет зауважна теплей. Так, на четвер, по словах синоптиков, прогнозуется в облачной с прояснениями на дворье. У день на большей часы территории короткочасовые опадки. Магчима на вальнице. Неустойливый ветер дать 14 метров за секунду. Температурный фон у межах от 15 до 20 градусов тепла. У пятницу и выходные слупок термометра значна подрасти. Буде у межах плюс 20, плюс 25 градусов. Але кароткочасовые опадки прогнозуются месяцами что дня. Самые актуальные новины нашей в области на нашем сайте. А так само у группах у социальных сетках. А я с вами развитвуюся. Дякую за увагу и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова